Надо и дать прекратить всякий разговор, ни одного слова не говорите. Представьте, что вы несколько минут будете в стадии глухонемых. Немых, а глухие, это не надо, будете слушать. Вот сегодня мы отмечаем, как у нас принято, после 19 января, если оно не попадает на воскресенье, в первое воскресенье день нашей общины, в Краснодар-Дрежинской, в городе Бармагубе. Припомни все милости Божии, подумать, что впереди будет, насколько мы благодарны оказались Господу. Даже одно, что вот такие посторонние люди, которые здесь живут, в городе, и вдруг собрали за одним столом, разделись и не боятся, что у них усачат, это уже говорит, что неординарное явление, не на каждом шагу. И об этом говорит сегодня не кто-то уже, а патриарх считается, это человек, обладающий правом голосом на большую аудиторию, чем у нас здесь. Он говорит, приходов у нас тысячи, а общины почти нет. Община это единство. И оно единство должно строиться на чем-то. Везде требуется толкование или комментарий. Единство во Христе, все сказано. Единство во Христе, это по Слову Божию. Вот мы сюда собрались уже 21 раз. Но, как община, это более ранний период нужно рассматривать. Это как у нас прошла регистрация в Краевом отделе юстиции. Так, кто здесь из тех, кто был участником регистрации, членом их? Поднимите руку. Вот первый, значит, мой его сестра, Виктор Андреевич. Мы практически уже, вот, посмотри сюда, вот Алифтина, встань, лучше, чтобы вас видно было. Петеримова, то есть, Маева, Алифтина. Я тут был, Надежды нету, она в деревне. Надежда, она была тогда Черепанова, сейчас Попова, на работе сегодня. Мать его умерла. Ну, то есть, из десятерых Валя Конева, она престарела, не смогла прибыть сегодня, Валентина Павловна. Но уже было 10 человек для регистрации. Мы зарегистрировались, что это нам дает, мы еще не знали. Но все начали регистрируются, и мы тоже, чтобы нас не гоняли. Мы только думали об одном, как сделать это официально, чтобы, ну, нас не разгоняли, когда мы молимся. Но времена наступили такие, когда нам сказали во время регистрации, а разве здесь никакой нету? Никого сегодня не трогают. И когда я к этому присмотрелся, я много везде проповедовал, я сказал, такой свободы в России никогда не было за тысячу лет, и может, и в одном государстве. И это я потом многократно повторял на разных встречах, где я вел занятия в милиции, в прокуратуре, на заводах, на пабриках, чтобы люди это оценили. При всем бедламе, раздрае в стране, нужно было помнить, не средства массовой информации, которые что могут говорить, хотят, правда-неправда, а свободу верить так, как ты понимаешь. Не так, что давайте под одно, как в царской России было. Не так, старообряться на костер, гнать надо, баптистов сослать, молокам в Америку. Вот такую свободу Бог дал. Я думаю, в нашей общине мы это осознали вовремя и по полной программе воспользовались этой возможностью. Нам говорят, у вас сложились необыкновенные благоприятные условия для того, чтобы община ваша состоялась. Вы не были в московской патриархии с ее жесткой, буквально, тоталитарной системой управления, как в монастырях. И ваше руководство, русско-православная зарубежная церковь, слишком далеко от вас. А в общем-то, зарубежные патриархии ничем не отличаются. Это все подтверждают. Я там был, видел, отличаются кое-чем, но ненамного. И те, которые люди там, они, если бы были здесь, мы бы сейчас сказали сразу им, а почему ты бритый, почему ты в галстюке, почему женщина без платка, в брюках накрашенная, даже внешне. Вот у нас два основных признака для братьев, для мужчин. Это нетронутые борода, усы, вообще нетронутые, ни волосинки. И рубашка на выпуск, под поезд. Все. У женщин длинное платье, и говорим, что это церковь. Не выше 10 сантиметров от пола. И платок. Два платка, вот как вот видите, любую, посмотри. Это форма, которую мы не придумывали. Она всегда была такая у русских людей. Посмотрите, какие на Сурикова, великих художников, таких как Репин, Поленова, везде изображенного. Только такое одеяние. И на иконах так же было. Так что упрекать нас, что мы мусульмане, или вроде в хиджабе, это от незнания истории своего государства. Что у нас главное было за это время? Мы шли почти ощупью. Нам некуда было отослать людей в командировку и сказать, съездите, посмотрите, как у них. А мы это примем, как сегодня всегда делается. Мы шли непрохожной тропою. Мы знали, что вот этого нельзя, чтобы торговли в храме не было. Чтобы нечистых смещей не было. Конечно, юридики, сектанты скажут, так это вообще не надо, еще об этом беспокоитесь. Но мы православные. Нам необыкновенно было трудно это выправить. И мы задолго еще до регистрации нашей общины в 91-м году думали об этом, рассуждали, стояли в храме. Отец Геннадий Пас, тогда был батюшка. Мы приходили к одному выводу, что единственное, что если бы нам отдали этот храм, а мы ходатайствовали, чтобы нам дали Никольский собор, бывший полковой церковь на Ленинском проспекте. Ах, как хорошо, что не дали. Что бы мы сделали? Ну, мы реально представляли, что бы мы делали. Первое. Купить огромный амбардный замок, цепь, и церковь закрыть на замок. Больше ничего нельзя делать. И одновременно, в этот же день, тут же, на территории храмовой, там, в ограде, где начинают вестись, с людьми занятия, несмотря ни на какую погоду, еженемно, почти круглосуточно. И уже через неделю храм открывать, и как бывает так, цепь маленько открывает для одного человека, а дальше не откроешь. Ну, как вот в домашней, когда бывает, на защёлочку так, приоткроешь, чтобы видно было, и по одному пропускать. Те, которые действительно приняли Христа, сами лично уверовали в Него, сами впустили Его в свою жизнь, желают жить во Христе. И далее, на первое место, мы вывели бы правильный вход в церковь, правильное крещение. Это основа основ. Вот иногда люди, даже не знают, а вот задают вопрос, он не знает ответа, а вопрос задают. Вот у человека пять органов чувств. Все знают, там, 87% информации идёт через зрение. Зрение, слух, через слух меньше. Обоняние, осязание, вкусовое, всё. В этом весь человек. И всё это в голове у него. А вот осязание, он может рукой щупать где-то, может носом щупать, но больше всего руками. И спрашивает, а какой орган, ну, более всего, без которого нельзя уверовать, вера отслышания. во славе, это вымели совсем. Главное прийти, придумали какие хитрые, лукавые, дурные слова, во церковице, и батюшка будет окормлять. Окормлять, по словарю Ожегова, только один смысл имеет, отравлять. Окормили человека, окормили, его вздуло, он умер. Самые слова, вы посмотрите, что с нами сделали. У нас никто не окормляется. Мы молимся, батюшка, как один из нас. Мы в основу хотели это все заложить, составили устав, который это вмонтировано, что священник не имеет права за деньги совершать таинств и требу. Свящи чисто восковые, догорают и гаснут, никто не имеет права прикасаться. Это мелочь. Но это так много за собой повлекло. Деньги у нас вообще нигде не продавать, не покупать. С тарелкой у нас не ходят. Ящик висит, но мы говорим, десятина, святая, установленная Богом и Еговой Десятина. А в Новом Завете не сказано. В Новом Завете не сказано правильно, потому что там написано так. Продавали имени, полагали к ногам апостолов. Я это понял с первого дня. Девять десятин, пятьдесят лет будет в этом году, не забывайте, еще одна у нас дата. Двадцать седьмого сентября будет ровно полвека, как я в уроке получил Библию. Если бы этого не было, может не было бы вот этой общины. Это первое, основное, откуда чего. Но мы должны научиться еще многое познавать и через осязание. Осязание. Мы берем Библию, открываем, у нас на Библии все сконцентрировано. Двумя руками. В оружии, в правой и левой руке, это означает раскрытая Библия. Одной рукой ее так не держат. Это я уже приближенно к сегодняшним дням говорю. Запах. Это особый запах книгопечатаний, книг. Ну, кто занимался книгами, новые книги, когда открываешь, понюхайте, у нее особый ароматный запах. Люди сегодня все там, разные эксперименты делают. Вот красивые женщины, некрасивые, довольные, недовольные. Ну, дают один раз белье надеть, а потом мужчинам, блудникам, нюхать, какой более привлекательный запах. Даже этим. У нас самый привлекательный запах, который дает нам Библия, и потом издаем мы. Запах живительный на жизнь, и запах смертельный, смертоносный на смерть. Нам говорят очень многие, что у вас за вера такая? Нельзя то, нельзя это. Ну, у нас дедушка, бабушка верили, мы знаем, они в лото играли, в карты. Такие хорошие. Дедушка, правда, курил, но бабушка не курила, она нюхала такой катабак. А у вас все нельзя, то нельзя. Вы не православные. То есть православные, это понятие сегодняшнее, вот это открытый сбор, этот базар, торговля, это они называют православным. Хотя сегодняшнее, что делается в подавляющем большинстве храмов, православия, московской патриархии, да это и у греков и везде, никакого отношения не имеет ни к соборному становлению, ничего. Я специально в те годы занялся, ну, знаю немного жизнь церковную, имею большое общение с архимандритами, игуменами, священниками, с владыками, с епископами. Однажды в Москву я только приехал, узнали, сразу на дом явилось три епископа, чтобы встретиться, побеседовать и «А я мирянин, это Бог так сделал, это владыка мира так установил, что авторитет Библии, они услышали в православии авторитет Библии. Я вот только на днях на наш материал выставил, и на него, и его этот наш материал о крещении, как говорят, дьякон все о Руси, Кураев, отец Андрей, перетащил к себе и сделал пометку. Пометку мне сделал такой, что у них епископ Евтихий, рукоположенный в зарубежной церкви, а сегодня он патриарх, и он окормляет общину Игнатия Лапкина. Это один из самых известных богословов, ярких представителей апологетов православия и критиков патриархии. У него книги «Все мои» есть. Он ухватил самые главные критики, он все спрашивает, какой патриархии, московской или вселенской, кого он трогает-то. Но он выделил, что мы православные, мы именно апологетикой занимаемся, защитой того православия. И те годы мне сказали, ну правила говорите, нарушайте, а какие? Я засел за изучение правил. Вот сейчас спроси на вскидку, закончил с красным дипломом московскую духовную академию. Я спрашиваю, сколько правил соборных, вселенских, семи, девяти поместных и правил святых отцов? Ни один не ответит, даже профессор. Это я убедился абсолютно точно, я переписывался с ними, с профессорами, с преподавателями академии. 986. С правилами Синяна. А действующих сколько, которые оставила церковь, они тоже не знают. Я отмечаю, 719. Забыть, какая точная цифра, не 720. А сколько нарушается? Это вообще запредельные уже вопросы. Я отмечаю, 413. Я знаю в каждом соборе, у каждого святого отца какие правила временного, сейчас они выставлены у меня в живом журнале, какие нарушают, умышленно при том, целенаправленно, 57% правил нарушаются нагло, бесстыдно и при том занимаются самооправданием, пренебрежением, как, ну, допустим, оглашенный изодитель. А чтобы не нарушалось, они эти слова выкинули из ритургии. Да тут же не литургия Василия Великого, а васьки пьяницы. Потому что поп Василий. Гоняя бесов, он сам неводно, видимо, уже превратился. К литургии кто мог же прикасаться? Я им это все поставил на свои места. И вот сейчас у нас была встреча в патриархии, знаете, это уже 20 лет позади. Я сказал, полностью, когда мы ушли, они беседовали, записать не дали. Ну, записано многое, я восстановил. А они произвели Игнатий Тихонович, это мое имя, отчество. 41 раз. А где сокращенно, просто Игнатий, я даже не брал, это есть больше. За короткую встречу вышел на первое место, никакое слово больше они не повторяли. А второе, это рядом книги. Я говорил давно-давно на этом. У них сейчас задача, чтобы меня не было. Поэтому я сегодня делаю еще раз завещание. Самые страшные маппи, это церковные. Об этом пишут. В газетах открыто говорят. Они ни перед чем не останавливаются, потому что они это, кого посылают. Во имя Христа, как мусульманин. Он делает, убивает мать или сестру, или кто-то, кто ушел в христианство. Он делает ради Аллаха, чтобы мать не разбратишала, чтобы сестра была послушная, чтобы никто не уходил из мусульманства. Он не просто убивает, он награду получает. Поэтому он такой отважный. Меня не обмывать, хоронить в моих сапогах, которые там в сенках находятся. Они перевязаны, написаны, для похорон, стоптанные на благовестие. Одежду, которая у меня есть самая старая, заплатана только в ней. И самой положить за ламинированный Новый Завет. И чтобы он у них всегда был на кресте. Взяли, надо сделать, кому нужно, берите, следующий опять повесили. Очень простое. Другого я не завязываю. Я пришел сегодня на богослужение, а сам думаю, как это вам донести. Я как бы подвожу итог. 50 лет это полвека. Доживу я до 27 сентября или нет? Слишком много совпадений. Какие идут вопросы. Я, видите, все ограничил сейчас молитвой и форумом. Сегодня, движу, выходит один, Игорь читает Златоуста. Кто считал Златоуста, еще раз всем напоминаю, вы всегда говорите, Златоуст в том, такой-то, страница такая-то. Всегда произносите, как у меня насчитано. Чтобы люди могли дома открыть и считать. Это не трудно. Другой считает, да, сразу сказать, книга, такая-то название ее. Тот-то говорит, ну ладно, сказал кто. У нас все описальное. Я вам дал место, как будто я отнимал. Я добровольно ушел от проповеди, самой любимой, чем я жил, без чего у меня дыхания не было. И я вдруг отошел. И все это я сумел добровольно к 50-летию закончить и отойти. Отойти от книг издательства, от описания книг, от участия в средствах массовой информации. Я от отсюда отошел. Я мог добиться, преподавать, завтра пойти уже в университете договориться. Я сказал, я не пойду. А вы тоже не пойдете, потому что у нас хватает места здесь. Это 21 год нашей общины и подведение итога под моей жизнью. И когда меня обвиняют, то я могу сказать, печать моего апостольства это вы. Я имею это право сказать с апостолом. Я вот сегодня стоял и подумал. Помните, когда перед тем издавать 15-й том, я попросил, напишите, кто как пришел к Господу и как пришел в общину. Поднимите руку, кто не написал. Подними, посмотри на всех. Поднимитесь, чтобы вас видно было. Встаньте. Встаньте. Чтобы все видели. Так. Минутку, постойте. Еще кто? Так. Так. Просьба ко всем, кто не написал. Направо повернем туда. Еще сетра наша. Вот стоит. Да. Напишите. Вот из этих людей, которые встали, одни были несовершеннолетние, а другие пришли позже. Из тех, которые были в то время членами нашей общины, никого здесь нет. Садитесь. А кто не написал, то я знаю, почему не написал. У нас потеряют там легко пересчитывать. Не написал Павел, брат мой. Не написал Дьяком, отец Евгений, Янчук. Не написала матушка. Я знаю, почему. И вы это хорошо знаете. Потому что лукаво писать, они понимают, нельзя. Есть такие, которые грозились. Я напишу, напишу. Там Владимир Александрович Устинов, старобрядцев. Не написал. Почему? Правду писать, рука дрожит. Правда это писать. А фальшиво писать, он понимает, что я не пропущу. Я скажу, да ты про кого пишешь? Это не твои. Я их характеристики все знаю. Ни к одной характеристике, это 84 свидетельства. 15-16 том открытым окон. Я не добавил ни одной буквы. Ну, длинные были, там не по делу. Там я сокращал. Я как редактор обязанно буду делать. У него, допустим, светится на 15 страниц. А самое короткое это было у Чернявского Ивана Семеновича, инвалид Отечественной войны. И вот теперь умерла у нас Михаила Бибекова, сестра Пелагея. А там Фалина Михайловна, Дмитриевна. А, Дмитриевна, да? Вот. Самое короткое. Ну и самое длинное, наверное, если брать не по томам, а так, то для слова Божия нету с моей биографией. А здесь это Марина, Галина Кубайкина, такие пространные, хорошие, написали свои свидетельства. Ни в одной общине, где, да не в общине, а в приходах, общины-то и нету. Даже где есть община, как у отца Кирилла Сахарова в Москве, на Берсиневке, 22. Это от храма Христа Спасителя, метров 300, там его храм, храм Николы, чудотворца. Я сказал, ты можешь сделать, чтобы ваши люди написали, как они пришли к Богу и пришли в вашу общину. У него настоящая община. У него люди собираются, знают друг друга, обедают, приглашают. Это община. Но таких мало-мало. Он у нас здесь был. И что написали? Никто не написал. И я могу подводить итог. Прошло не два, не три года. Никто не напишет. А у нас было так. Наши книги попали там, ну они рассылаются в Америке, в другом месте. Сестра, к кому? Вам звонили? Приподнялись маленько. Это наша сестра у Нагаева, Мария Яковлевна. И кто ей звонил? Из Америки. Там Николай, кажется, Кушнарщук, или так, примерно. Да. Ну и что у тебя спрашивал? Ну все спрашивала в нашей общине, и я ему рассказывала. Ты ли написала это, да? Я написала про... Ты успела ему что-то рассказать даже? Многое говорили мы с ним. А что ты ему сказала? Обо всем, как в нашей общине. Ну а ему ты сказала, что вы не православная, то есть помнишь как? Сказала, и сказала, что у вас исповеди нет, священника нет. Ну и не признаете, что я тоже говорила ему. Понятно? Так, у кого еще было, что прочитали в книге про ваше свидетельство и спрашивали, с вами разговаривали по телефону или лично? Были такие? Ну про вас у меня многие спрашивали. Просто люди читают книги и на этот не могут выйти, а на меня-то им легче было выходить. Я хотел сказать, что в этом году это уже 2012 год, искусственно назначенная дата 5 лет вхождения, как они сказали, в патриархию, которая в общем заканчивается. 17 мая, очевидно? Да. Примерно так. 17 мая. А? 17 мая. Я так же сказал. Вот. Теперь говорят, что, как будет. У меня вопрос этот вообще не возникает. Я коротко, четко могу ответить. Я не знаю. А в этом незнании проявляются мы сегодня слышали проповедь. Полное доверие Богу. Я не гадаю, а что будет, если они вот так до нас? Я не знаю. Об этом пишем. Я в прошлой неделе с батюшкой говорил, подталкиваю его. Мы уже писали. Ты напиши сейчас. Раньше не Иларион, митрополит, это первый раз в зарубежной церкви. Нефихи сказать ничего не могли. Они не знают по сегодняшний день, потому что подобного аналога в мировой истории не было. Чтобы люди, ничем не провиневшиеся, их бросили, как хотите, так и живите. Они не знают, что с нами делать. А мы знаем. Если такое случится, батюшка умрет, нового священника нам не дадут, епископ наш уже не вокруг полагать. Право от него отняли. То есть они это все, они это знают, как уничтожать, как обрезать. И мы остаемся как бы одни. Мы не одни. Доколе существует православная зарубежная церковь, мы будем здесь. Мы просто первый раз упоминаем им все. Такое было не один, не два раза в истории мировой, а в большинстве случаев. Епископы меняются. А первый раз, он бывает уже выжил из ума, все его держат и держат. Как Кирилл сказал сегодня, о патриархе Алексею Втором. Что вроде хорошо, что ушел человек, который ничего не мог делать. Это труднейшая история в истории церкви. Моменты, когда человек уже выжил из ума, как было Виталий, митрополит. Он уже не людей не узнавал, а его держали и держали. Потом он уже сам сдал полномочия. Он ничего не понимает уже. Это старость. Написано, не пренебрегая отца и старости, когда будет осколевать в разуме. Оскудение в разуме это естественно отмирание клеток. Это все может быть. Но не все такие, как академик углов, чтобы в 102 года делать еще операцию какую-то и быть таким умненьким, как Павлов. Это не каждому дано. Это от Бога зависит. И вот, если случится, что дальше, еще один этап, зарубежная церковь исчезнет. Я в это не верю, она не может исчезнуть. Потому что там люди живут, они никуда не делятся. А вхождение в них и поминание патриарха, некоторые поминают, некоторые нет. Речь шла об акте канонического признания. Вот что было принято. Все остальное они налепили здесь так, по прежнему своему умению, фальшиве. То есть мы признаем истинами таинства московской патриархии и можем причащаться. А они признают заубежные церкви и могут причащаться. Все. Больше ничего там не было решено. Все остальное, как говорят, они придумали позже. И поэтому оно никакой юридической силы не имеет для нас. Для них, может быть, имеет. Я скажу, чтобы к нам отношение было лучше, мы должны жить лучше. Мы должны любить закон Божий, уставы. И они на это сегодня показывают. Как не хотел, хотел ли наш епископ Ивтихин много хорошего сказал о нас, здесь когда были. И лично обо мне. Вам, говорит Игнатий, не обвинить, что он не православный. Это он сугубо православный. У него все доказано, в книгах сказано. Это клеймо снять надо. Я правильно говорю? Наши, которые были, там написали. Вот и все. Это говорит Кураев и все, которые были. Мы не должны заваливаться ни направо, ни налево. Но однажды избранный курс следования за Христом, как за путеводной звездой, должен нами быть выдержан. Мы должны знать самое главное, знать Христа. И сегодня они зовут нас соединением с собой. Мы пытались проимитировать, как бы была эта встреча, она может быть или нет. Я сейчас молюсь о том, чтобы никаких встреч больше не было. Если угодно тебе, Господи. Ничего от этих встреч, кроме лукавства, хитрости, я не жду. Они уже показали. На первом шагу споткнулись сразу ложь. А не ложь. Договоренность свободно снимать. А что бояться? Снимают у нас, вот снимают, и к вечеру это все будет в интернете. Еще даже совсем ничего мы нигде не обрабатываем, не надписываем, не вырезаем. Вот живьем, вот как у нас сказано, так отдаем нас рассмотрение людям. Вначале бывает, кто-то скажет, ну вон вы какие, потом заглохло, и нигде ничего нет. Да, мы такие. А по большому счету мы никого сюда не зовем. Мы никогда не агитировались за 21 год. И кто с кем-то там работает, он потом ко мне приходит сюда, я староста и владелец этого дома как частник, и спрашивает, а можно я такого приведу? Ну вот, Валя ищут последняя была. Можно. Сходите к нему вдвоем, узнаете, действительно ли тот человек такой, где работает. Дальше. Приготовь его одеяние по форме, если мужчина, ну бородом за один день не отрусит. Рубашка на выпуск, остается второе. И с собой, чтобы табака не было. Я не могу сказать, брось курить, но к нам в ограду ты не зайдешь. Вы знаете, к нам люди приходят, приезжих приводят, а потом люди эти окончательно принимают Христа, приезжают в Потеряевку в июле месяце, принимают крещение, делаются членами Святой Православной Церкви. Они у всех одинаковые, у всех начинают там гнать, попы. Они никуда не уходят. Вот сейчас это на Урале делается, вот этот был Суштопы, с это сказать, Тимиртау, в Белоруссии, в Германии, везде одинаково. Что эти люди из Православия не уходят, но они говорят о Христе. И священники воздвигают на них невиданное гонение. А за что они не могут сказать? А вы не такие, сними платок. Ну где-то было видно, что за ношение платка, за прикрытие волос. А это вот надо только, ну и дальше говорят, что хотят. Но они проходят короткое время, они понимают, люди никуда не уходят. И издревних они опять приглашают на Клирос, опять пихи просворы. То есть они не понимают, что делают. Потому что у них руководством не служит Святая Библия. Вот у меня спрашивают, что бы ты пожелал для всех? И для вас. Для всех. Первое. Родиться свыше. Без этого ничего нет. И второе, и окончательно, только два пункта. Быть Вадимом, Духом Святым. Ни слухом, ни нюхом, ни брюхом. А все время просить, приди и вселись овны. И очисти нас от всяких скверных. И спаси благие души наши ко Христу. Это вот два пункта, как любовь к Богу и любовь к ближнему. Любовь к Богу выявляется в этих пунктах в том, проявлено, что я соглашаюсь. Вход в церковь не может быть через поцерковление. Придумано это слово, хитрое. Нет такого слова. Через рождение свыше. А что такое раздение свыше? Многие не знают, даже вы еще спрашиваете. Первый, это всего три этапа. Первое, признание себя погибшим грешникам. О, так это все знают. Да нет, не знают. Если патриарх Алексей Второй выступает и заголовок центральный, и говорит, что мы, священники, призваны реставрировать человека. Я так как? Не может быть, чтобы патриарх так сказал. Это выдумка какая-то. Это за него, наконец гляжу, в церковной хронике это пишут. Нельзя мертвеца реставрировать. Он мертвый. Сын мой был мертв, я жил. Он мертв был. Ему надо было к отцу прийти. Ну, чего непонятно. Когда отец засвидетел, что он не просто со свиньями познакомился, там пил, гулял, блудил, там нет. Любовницы там были у него с блудницами, расточитель. Он мертв был. И мертвичина это заложено при рождении. Кто родится чистым от нечистого? Мы все мертвы во Христе. В Адаме все умирают написано. В 3-й езре написано, Адам, что ты сделал? Не ты, мы все умираем из-за тебя. И мы должны это сказать. Признал это? Ты не просто умер, ты умер окончательно и бесповоротно. И надежды, что добрыми делами, как у мусульман, ты спасешься, приближешься к Богу, к Аллаху. Ты приблизишься, но спасен ты не можешь быть. Тебя волнами будет прибивать к берегу, но твои милосты и молитвы должны напомнить.